Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На встрече двух культур. В Анапе с рабочим визитом побывала делегация из Франции. Патенты для сдачи жилья. Нововведения для частников планируются в Министерстве курортов края. «Мир камня». Ювелирно-минералогическая выставка открылась в Анапе. Трудоемкая и очень сложная работа по ликвидации последствий пожара на полигоне идет к завершению. Личный состав Анапского пожарно-спасательного гарнизона и службы спасения приложили максимум усилий, чтобы как можно быстрее избавить жителей и гостей курорта от едкого дыма. Большую помощь городским властям оказали предприниматели. Дали спецтехнику для завоза грунта. Правоохранительным органам еще предстоит найти виновных в этой диверсии поджоги свалки. Чтобы не повторилось подобное, глава Анапы поручила организовать на полигоне постоянный пожарный пост. С высоты птичьего полета хорошо видно. Свалка тлеет и дымит по периметру. Внутри территория почти не тронута огнем. Работники полигона уверены, поджигали целенаправленно. Объехали вокруг на автомобиле и использовали быстровоспламеняющиеся средства. Сильный ветер довершил черное дело. Когда я сюда подъехал, здесь горела только вот эта часть. Срочно звонил в МЧС, сказали, мы решаем этот наряд, сейчас выйдет расчет. Я говорю, ребята, огонь двигается в сторону мусороперерабатывающего завода с очень интенсивной скоростью. То есть остановить его возможности, чем быстрее вы приедете, тем быстрее это будет. Так как сами видите, здесь бурьян, трава, все это заросшее, то есть оно пошло по ветру моментально. Очаг был один дальше, за площадкой, ближе к промзоне. И один очаг вот здесь возгорания. Третий очаг около административного здания. То есть по ходу вот этому, как асфальт идет дорога, так машина ехала и кидали это все. Уже вторые сутки на полигоне нет очагов открытого горения. Потушить огонь, который уничтожил мусоросортировочный завод и стал источником едкого дыма, стоило огромных усилий. Казалось, силы не равны. Природа не сможет натворить то, на что способен преступный умысел. Работу оперативного штаба глава Анапы контролирует лично. Единственно верное решение – мобилизовать все средства и людской ресурс. Своевременно оценив обстановку, было принято решение объявить сбор всего личного состава Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Были подняты все пять пожарно-спасательных подразделений. Веда была в расчет резервная пожарная техника, которая тут же направлялась к месту загорания. Уже буквально через два часа дымом и огнем была захвачена, дымом охвачена была уже почти вся свалка. Огонь распространялся на приличную территорию до площади тысячи квадратных метров. Итак, свыше 70 человек и 50 единиц техники круглосуточно, уже четвертые сутки. Городские власти максимально привлекли дополнительный ресурс. Технику дали предприниматели. Главная задача сейчас – ликвидировать очагитления, которые дают задымленность. Для этого отвалы полигона пересыпают грунтом. Сергей Сергеев принимает отчет начальника Анапского пожарно-спасательного гарнизона, который находится на месте с первого часа происшествия. Только сегодня за утро мы уже 500 тонн, больше 500 тонн уже завезли. Это только завезли, не считая того, что брали здесь. То есть дополнительно завезли 500 тонн уже. Значит, здесь уже набрали 250 тонн, это здесь. То есть, по большому счету, уже 1000 тонн, буквально через час, у нас уже будет такой результат. Три направления, правая сторона и та левая, самые такие, более-менее проблемные у нас. Засыпаем там, бульдозеры есть, экскаваторы есть, самосвалы есть. Внутри сейчас работает 9 самосвалов, еще один ждем, десятый. 7 тысяч тонн грунта уже завезено на полигон. И это не окончательная цифра. Отвалы просыпают на 2 метра сверху. Рекультивация займет много времени. В перспективе за 50 лет, тут тело свалки глубиной 50 метров, в любой момент может загореться. Это объект повышенного нашего внимания должен быть на ближайший год. Сегодня тут надо создавать мини-пожарное подразделение, которое будет постоянно здесь находиться и ежечасно, ежедневно следить за состоянием свалки. К сегодняшнему вечеру пожарные и спасатели планировали ликвидировать задымление. Но никто не рассчитывает, что тяжелая, изнуряющая борьба с пожаром и его последствиями завершится. В Анапе с рабочим визитом побывала делегация из французского региона Лангедок-Руссильон-Юг-Пиренея. Лангедок – главный регион виноградарства и виноделия Франции. Регион занимает второе место во Франции по инновациям. И поэтому не случайно в составе делегации, прибывшей в Краснодарский край, были специалисты департаментов экономики, торгово-промышленной палаты и руководитель бюро, успешно осваивающего новые источники электроэнергии. С 13-го этажа отеля Анап-Океан наш город как на ладони. Французские гости с интересом вглядывались в прибрежные дали. Все это вполне напоминало их регион со среднеземноморским климатом. Официально считается, что у нас климат горно-сепной, приморского типа с признаками среднеземноморского. Похоже, наши марина, песчаные пляжи, количество солнечных дней. А сколько же до Крыма интересуются французы? Вот если мы сейчас выйдем отсюда, 96 километров. За чашкой чая короткий, но очень обстоятельный разговор. Внимание французов привлек руководитель фирмы, выпускающей уникальную черепицу. Впервые в России нашими российскими учеными совместно с нашей компанией были разработаны технологии, которые сегодня нет в мире. Я говорю это вполне осознавая, что нет сегодня таких технологий в мире. Наше изделие имеет три функции. Оно является кровельным покрытием, генерирует электричество и нагревает холодную воду. Среди интересов французской делегации, возможности развития новых технологий, получения солнечной энергии, наш изобретатель покорил сердца французских коллег, ведь Анапская черепица в десятки раз дешевле мировых аналогов. С огромным интересом знакомились французские специалисты Департамента экономики и торгово-промышленной палаты с крестьянско-фермерским хозяйством Ивана Каркизиди, который рассказ о виноградниках предпочитает начинать с неизменной традиции. У нас ритуал такой. Сейчас попробуем нашего русского вина и нашего сыра. Французы наше вино очень хвалили и дали ему высокую оценку, отметив, что оно лучше французского Бордо. На вилле у фермера гости с удовольствием отметили яркую индивидуальность подворья. А вице-президент Метрополии по экономике Доминик Шелма отметил самое главное чувство после встречи с анапчанами. Первое впечатление – это тепло людей, которые его принимали. Эта поездка убедила французов в правильности выбранных направлений, по которым они намерены сотрудничать с нами. В таких отраслях, как виноделие, как туризм, а также зеленый рост, так называемый, это возобновляемые источники энергии, зеленая экономика, он видит перспективы сотрудничества. И что особенно приятно русскому сердцу. Никакие политики не в состоянии разрушить отношения между нашими народами, которые насчитывают не одно столетие. Поэтому эти отношения будут продолжаться, и Россия, и Франция останутся двумя последними романтическими нациями в Европе. Это русская душа, французская душа, и хотелось бы, чтобы это все продолжалось. Кубань стала одним из лидеров России по уровню экономической активности. Исследования провели эксперты высшей школы экономики. Они проанализировали состояние показателей российской экономики за май. Кроме Краснодарского края, среди лидеров оказались Белгородская, Ленинградская и Пентинская области, Крым, Удмуртия, Севастополь. Для формирования индекса региональной экономической активности, эксперты рассмотрели динамику выпуска и оборотов промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговли, а также платных услуг. Затем показатели сравнили с данными прошлого года за аналогичный период, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. На курортах Кубани частникам предложат патенты для сдачи жилья. Такое нововведение планирует ввести Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. По мнению региональных властей, эти меры позволят вывести предпринимателей из тени и увеличат доходы в краевой бюджет. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, цитирую, сегодня многие владельцы мини-гостиниц и сдаваемых комнат не регистрируют постояльцев. А за этим не только вопрос получения налогов, но и вопрос безопасности. Краевым министерствам курортов и туризма уже разработано предложение в федеральное законодательство, по которым физлицам, сдающим в наем жилье для отдыхающих, будет рекомендовано приобретать ежегодные патенты на этот вид деятельности. Конец цитаты. В Краевом Минкурортов выступают за повышение штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Сейчас их сумма составляет от 500 до 2000 рублей. Министерство уже разрабатывает законодательные инициативы, чтобы вынести их на рассмотрение взыска. И к другим темам. Краснодарский край распределил более 1 миллиарда рублей между городами, районами и сельскими поселениями на ремонт дорог в текущем году. Средства направят из краевого бюджета в рамках реализации программы строительства, реконструкции, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории края. На эти цели Краснодар получит 511,5 миллиона рублей, в Сочи направят 50 миллионов рублей, а на ремонт дорог в Анапе более 31 миллиона. Напомним, 29 июня депутаты законодательного собрания Кубани согласовали изменения в программе развития автомобильных дорог Краснодарского края. Ювелирно-минералогическая выставка продажа открылась в музее Горгипи. Здесь можно приобрести украшения на любой вкус и кошелек. Камни драгоценные и полудрагоценные, самоцветы, эксклюзивная работа мастеров, известных не только в России, но и за рубежом. Есть вещи, которые производят по старинным технологиям или находя вдохновение в работах русских живописцев. Это нож, можно сказать, общего назначения. Холодным оружием не является. Такие изделия разной сложности изготавливают в Нижегородской области. Конкретно это литой булат, но есть клинки из дамасской стали. Даже самое простое изделие – кованое. Можно купить готовое, а можно выбрать клинок и подобрать материал для рукояти. Все это сделано по технологиям, которые известны с 12 века. Владимир Веселов занимается производством ножей около 10 лет. Как говорит сам, место обязывает. Наш город, город Ворсман, издревле славился кустарями. Они делали сами ножи. Вот мы поднимаем их технологии и стараемся по их технологиям делать. Ковать, делать. Ну, вроде получается, спрос на нас продукции есть. Мы куем, стараемся по старинным рецептам. Там есть долгожители, у них спрашиваем, как они делали, что делали. Зоя Сазонова из Санкт-Петербурга держит в руках портрет дворянки, кисти художника Константина Маковского. Это и другие работы мастера можно увидеть в Русском музее. Их отличает внимание к деталям, в том числе украшениям. Так возникла идея восстанавливать ювелирные изделия по рисункам. Все русское сейчас необыкновенно интересно. Почему? Потому что, оказывается, когда наши дамы приезжали в Баден-Баден и выходили в свет на набережную, съезжала вся Европа полюбоваться, что же на шейках наших мещанок, купчих, дворянок. Это, как правило, были колье из натуральных изумрудов, рубинов. И до сих пор Европа, которая приезжает в наш прекрасный город Петербург, нам сразу говорит «Аля Русс, аля Русс». Например, такие вот серьги с языческими мотивами, которые в России оставались популярными даже после принятия христианства. А это уже православный канон. Эти сделаны в одном из монастырей в Тверской области. На ярмарке есть янтарь, жемчуг, сравнительно недорогие изделия, камни самоцветы или полудрагоценные, или знаменитая на весь мир, малышевские изумруды, которые добывают на Урале. Есть авторские работы. Всего свои изделия представили три десятка больших и малых артелей со всей России. В музее Горгипе их можно будет увидеть до 17 июля. Анапскую молодежь приглашают на патриотический форум. С 1 по 9 августа на территории города-курорта Евпатории состоится 10-й молодежно-патриотический лагерь-форум «Крым-Донузлав-2016». Его конкурсантами могут стать юноши и девушки в возрасте от 18 до 26 лет. Участники форума встретятся с общественно-политическими деятелями, представителями средств массовой информации. Заявки на участие принимаются в Управлении по делам молодежи до 20 июля по адресу Анапу, улица Терская, 79, по телефону 3-12-04 или на электронный адрес, указанный на экране. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok